Давайте начинать. Если кто-то подключится, то подключится. Кроме того, мы по окончании вебинара сделаем запись. Запись выложим на YouTube-канале и, собственно, в письме тоже всем участникам разошлем. То есть ее можно будет пересмотреть. Тем, кто не смог поучаствовать, тоже ее увидят. И есть только одна, наверное, такая большая просьба. Когда вы, собственно, выйдете из конференции, там появится такая ссылка на опросник, очень такой короткий. Для нас очень важна ваша обратная связь, поэтому будем очень признательны, если вы буквально минуту потратите на то, чтобы на эти вопросы ответить. Иван, я еще скажу немного по поводу вопросов-ответов и чата. У нас внизу есть вкладка «Вопросы-ответы», есть вкладка «Чат». Так как вас очень много, то ваши вопросы в чате могут случайно потеряться. И поэтому, если что-то, задавайте вопросы-ответы, мы сможем их потом открыть и оперативно ответить. Все. Отлично, коллеги. Ну, давайте начнем. У нас план такой сегодня. Я скажу сейчас совсем-совсем такую коротенькую вводную. Потом передам слово коллегам из Arena Data, которые, собственно, расскажут про компанию, про продукты свои, про то, какие задачи они могут решать. А дальше мы, собственно, уже вернемся к интеграции. И я уже подробно расскажу, как именно платформа Visiology интегрирована с Arena Data и какие, собственно, плюсы технологические и плюсы для бизнеса это может принести. На самом деле, начать хочется вот с такой картинки. Это наши партнеры делали. Это такое для одного из заказчиков. Это такое видение, как вот, собственно, руководитель видит идеальную такую BI-систему, идеальную аналитическую систему, которая позволяет ему контролировать вот все аспекты того бизнеса или того рода деятельности, за которую он отвечает. Но на практике часто случается так, что видно не все. То есть вот здесь там данные слишком большие, их трудно обрабатывать, и руководители их не видят. То есть видят только, например, Data Scientist. И в лучшем случае, может быть, вообще никто не видит. Здесь данные слишком не структурированные, грязные. Здесь данных нет вообще, то есть они не собираются. И получается, что мы вместо полной картины бизнеса видим только часть. Это, конечно, очень сильно влияет на качество управленческих решений. И для руководителей, конечно, очень важно иметь те инструменты, которые позволяют именно полную картину видеть. И в этом плане BI, ну, собственно, это то, что позволяет такую картину создавать. И если с такими более-менее стандартной аналитикой из ERP-систем, баз данных традиционных, все плюс-минус хорошо, но когда мы говорим про большие данные, то все резко усложняется. И, конечно, видеть это в едином окне становится гораздо сложнее. И вот, собственно, сегодня пойдет речь про то, как вот эту проблему решить. И, соответственно, с другой стороны, мы говорим про маленькие, плохо структурированные и плохо автоматизированные данные. Но про это мы сегодня как раз говорить не будем. мы будем говорить именно про случаи с большими объемами данных. И вот наши коллеги из, собственно, компании ArenaData, это люди, которые специализируются именно на обработке больших данных. И вот сейчас я, собственно, хочу передать коллегам слово, и они уже подробно про это расскажут. Спасибо, Иван. Я тогда расшарю тоже экран. Сейчас должно быть видно. Да, есть. Так, извиняюсь немножко, я забежал вперед. Всем добрый день еще раз. Зовут меня Дмитрий Павлов. Я в ArenaData отвечаю, ну, я Chief Product Owner отвечаю за состав платформы. У нас достаточно сложная модульная платформа. И за состав фичей, то есть за связь разработчиков наших и наших заказчиков. Очень коротко о том, кто мы такие, чем мы занимаемся. Изначально мы были небольшим стартапом, основанным мы были в 2014 году. Основали его два человека, выходцы из компании Pivotal. Возможно, некоторые из вас знают, это достаточно крупный американский вендор и такой консалтер своеобразная компания, очень интересная. Компания ушла с российского рынка, и вот два основателя, два руководителя офиса EMEA решили основать свой проект. Целью проекта было создание единой платформы хранения и обработки больших данных на базе open-source компонентов. Что нас немножко отличает от других компаний, важный такой аспект, весь наш костяк, все наши команды, все мы всегда занимались именно хранилищами данных, именно их инфраструктурной системной частью. То есть база данных, кластерная система, немножко там загрузка-выгрузка и так далее. То есть у нас очень узкая, но за счет этого очень глубокая экспертиза в очень таком четко очерченном технологическом стеке. Поэтому те места, где наша платформа, где наша экспертиза, как бы она относительно небольшая, и где есть компании, подобные визиологии, у которых есть огромная экспертиза тоже в своей глубокой отрасли, те места мы обычно находим как такое место, где мы можем соприкоснуться экспертизами и как бы на выходе получить какую-то большую ценность, чем если бы это делали мы сами или, например, только визиологии. Собственно, целью создания нашего проекта, нашей компании было построить такую современную систему хранения и обработки данных, которая, с одной стороны, могла бы работать с любым типом данных, то есть это структурированные данные, слабо структурированные данные, типа JSON, XML и так далее, какие-то форматы, и не структурированные данные, могла бы их обрабатывать и хранить. С другой стороны, такая платформа должна работать с любым типом нагрузки, то есть это транзакционная нагрузка, это аналитическая нагрузка, это стриминг-нагрузка, RTDM-решение, то есть real-time decision-making, когда мы в real-time должны что-то быстро посчитать и быстро на основе расчетов сделать какой-то экшен, какой-то scoring, collection, вот обычно такие задачи. При этом мы говорим про enterprise, а значит, платформа должна быть модульной, то есть она должна собираться как из кубиков в единое целое, и более того, даже legacy-система, если, например, у заказчика есть какие-то legacy с UBD, типа MS-SQL, MySQL и так далее, они должны интегрироваться в нашу платформу, становиться ее частью. Так как мы говорим про большие данные, наша платформа должна расширяться до десятков петабайт, до сотен серверов. Ну, наш такой лимит, который мы себе условно установили, это 25 петабайт, приблизительно, должна наша платформа как минимум выдерживать. И такой еще интересный тренд, который мы увидели в 2014 году в США, и который к нам пришел, наверное, года два назад, в 2017-2018 году, это открытый исходный код. То есть все больше компаний, как частных и мелких, и крупных бизнесов, так и крупных государственных заказчиков, они не готовы вкладываться в пропоритарные закрытые системы, они все чаще выбирают решения с открытым исходным кодом, даже с поддержкой вендора, с тем, чтобы в дальнейшем накопить свою экспертизу и иметь возможность поддерживать такие решения самостоятельно, то есть не быть зависимым от вендора. То, что у нас в узких кругах называется vendor lock-in. Ответом на такую задачу стала вот такая архитектура. Это архитектура нашей платформы данных, здесь пять основных компонент, ядро нашей платформы – это SUBD Arena DataDB, это массивно параллельная SUBD на базе SUBD GreenPlan, мы дорабатываем ее вместе с Pivotal, про это тоже чуть позже расскажу, являемся вторым контрибьютором. Второй компонент – это классический кластер Hadoop, собран он по спецификации BigTop, это не Horton и не Cloudera, это наша собственная сборка Hadoop, она немножко отличается. Тем не менее, мы состоим в сообществе ODPI, и за счет этого каждый год наш дистрибутив проходит сертификационные тесты, и благодаря этим тестам мы уверены, что он имеет те же пути взаимодействия API, протоколы и так далее, что и крупные вендоры Hadoop, Horton, Mappart, ну уже там Horton нету, считай, слился с Cloudera, и что наш Hadoop работает со всем ПО, которое работает с Horton и Cloudera. Третья компонент, и сегодня про нее как раз мы поговорим, это Arena Data QuickMarks, это наш общий продукт с компанией Яндекс, в компании Яндекс у нас подписано партнерское соглашение, они предоставляют нам третью линию поддержки на ядро нашего продукта, на СУБД Кликхаус. Мы, соответственно, предоставляем первый и второй уровень поддержки на ядро, и все уровни поддержки на наши добавочные компоненты, про них я сегодня расскажу. Четвертый компонент – это InMemory, решение на базе продукта Tarantul компании Mail.ru, похожая история как с Кликхаусом, но он более нишевый, поэтому про него сегодня говорить не будем. И еще пятый компонент – это Arena Data Streaming. Мы практически не вносили туда изменения. Это продукт из open-source проектов Kafka, NiFi, KSQL и Schema Registry. Он используется для стриминговых компонентов, для загрузки данных хранилища из каких-то событийных источников и для репликации, для загрузки событий в хранилище из систем репликации, типа Golden Gate. Вся наша платформа управляется с помощью нашего средства управления. Это Arena Data Cluster Manager. Это наше собственное ПО. Мы его отдали в open-source. Оно доступно на GitHub под лицензией Apache 2. То есть вы можете совершенно спокойно зайти, скачать исходники или даже готовый Docker iMatch и развернуть из него контейнер и управлять либо нашей платформой, либо своими сервисами, если вы допишите специальные коннекторы. Соответственно, вся наша платформа управляется, мониторится, апгрейдится и деплоится из единой точки, из Arena Data Cluster Manager. Ну и, соответственно, как вот сегодня пойдет речь, о чем это еще одна компонента, не нашей компании, нашего партнера, компанией визиологии, это BI-решение. BI-решение стыкуется со всем нашим стеком, но наиболее интересное, о чем мы сегодня будем говорить, это именно его совместное внедрение вместе с Arena Data Cluster Marks. Также у нас в платформе есть и это решение, но это решение тоже нашего партнера, если необходимо, мы поставляем его как UEM-решение. Работает наша платформа как на on-premise серверах в классическом BearMetal, так и на публичных и приватных облаках. Причем с облаками мы работаем не просто на уровне, когда кто-то создал для нас виртуальные машины, мы там разворачиваем свой софт с помощью Cluster Manager. Мы работаем на уровне API, облачных провайдеров, то есть, допустим, с тем же Яндекс.Облаком мы умеем интегрироваться через их API, создавать виртуальные машины, раскатывать туда наши продукты, в перспективе продукты наших партнеров, компании Визиология, то есть все автоматизировано через веб-интерфейс или через REST API. Немножечко про то, как мы разрабатываем. Практически все доработки, которые мы делаем в ядре наших продуктов, мы отдаем обратно в сообщество Open Source. Больше всего мы, конечно, контрибьютируем в GreenPlan. В прошлом году достаточно много сделали доработок в ClickHouse, в этом году надеемся сделать еще больше. В GreenPlan, например, за счет того, что мы сделали очень много доработок, мы стали фактически вторым крупнейшим контрибьютором. То есть первая – это компания Pivotal, вендор, который производитель GreenPlan, а третья компания, которую мы обогнали, это компания Alibaba китайская. Я думаю, вы хорошо знакомы. Мы являемся членами Linux Foundation в составе ODPI, как я говорил. В свое время достаточно много приложили усилий к стабилизации Hadoop экосистемы в Open Source, в частности в BigTop, в PXF и в Ambare. Ну, от Ambare мы сейчас отошли в сторону нашего колландера-менеджера. Соответственно, наша платформа занимает вот такое промежуточное, скажем так, звено инфраструктурное между самой непосредственной инфраструктурой, будь то физические сервера, будь то облачные провайдеры, частные, публичные, в смысле приватные, публичные, будь то X86 или Power8, Power9 сервера, с одной стороны. И с другой стороны непосредственно между, как бы со второй стороны нас окружает уже непосредственно бизнес-процессы. И, собственно, визиология, как наш партнер, закрывает вот именно вот этот кейс с точки зрения BI. В каких задачах используется наша платформа? На самом деле задачи можно попытаться перечислить, но я бы не стал на них фиксироваться, потому что к нам приходят совершенно разные бизнесы с совершенно разными задачами. Есть, конечно, классическая история, когда приходят строить классическое КХД с BI-системами, с моделью по Inman, по Kimball или с SAS-овской моделью и так далее. Здесь все понятно. И бывают моменты, когда к нам приходят заказчики для разгрузки тех систем, которые у них уже есть, то есть дорогостоящие большие кустыра, Теродата, Экзодата, Анитиза, Вертика и так далее. Есть, конечно, задачи классического озера данных, но попадаются совершенно интереснейшие задачи, которые раньше не решались нигде. Такие бизнесы вообще, в принципе, раньше не существовали. С развитием именно искусственного интеллекта они появились. Поэтому задачи совершенно разные. Конечно, наиболее, больше всего заказчиков у нас именно в сфере КХД, но повторюсь, что мы открыты для всех абсолютно кейсов и у нас есть в портфеле совершенно не свойственные для классических вендоров решенные кейсы. Теперь, собственно, чуть подробнее про СУВД АДКОМ, она же Кликхаус, который интегрируется с продуктом компании Визиология. Что такое Кликхаус? Кликхаус – это колоночная аналитическая СУВД, которая создает, разрабатывает компания Яндекс. Кликхаус создавался специально для внутреннего проекта Яндекса, Яндекс.Метрика, но так понравился всему сообществу, в то время его отдали как раз в Open Source, лицензия патч 2, что расползся по всему миру, и сейчас порядка тысяч инсталляций Кликхауса по миру, из них там только, по-моему, треть в России. То есть это стала такая СУВД мирового уровня. Контрибьютор основной остался Яндекс. Лицензия, как я сказал, Apache 2 позволяет абсолютно свободно использовать СУВД, который вы сами можете собрать из исходников. СУВД колоночная, используют аппаратную оптимизацию за счет ЦПУ инструкции ССЕ. Есть огромнейшие кластера в том же Яндексе, это несколько сотен серверов, что гарантирует, что вы можете масштабироваться до достаточно больших объемов и больших кластеров. В чем преимущество Кликхауса? Кликхаус хорошо работает с достаточно специфическими аналитическими запросами. Если мы говорим про классическое хранилище данных, то есть когда нам нужно из сырых данных построить детальный слой, потом витрины данных и так далее, это все-таки история не совсем про Кликхаус. Но вот когда мы говорим про то, что мы уже отстроили эти витрины в классическом хранилище, например, в гримпаме варенодатадбис, про который я рассказывал чуть раньше, вот она как раз для таких задач. И когда вот такие витрины конечные мы уже отстроили, и нам нужно предоставить доступ к ним пользователям с минимальной латентностью через BI-интерфейс, то вот эта история как раз для Кликхауса. То есть такими запросами, относительно несложными запросами аналитическими, без джойнов, без соединений, без каких-то серьезных оконных функций, агрегаций и так далее. Ну, агрегации как раз хорошо, а вот оконные функции пока их в Кликхаусе нет. То вот это задачка для Кликхауса. На таких задачах Кликхаус себя показывает лучше всего. Он достаточно хорошо утилизирует ресурсы за счет того, что у него нет транзакции, нет определенных классических фичей, которые есть в СВД, но за счет этого он дает скорость. Он хорошо масштабируется, в нем есть отказоустойчивость, у него понятный язык SQL, пускай есть немножко обрезанный, у него есть сжатие LZ4 и ZStandard, и достаточно можно реализовывать сложные модели хранения данных с массивами, со схлопывающимися записями и так далее. И, собственно, за счет своей архитектуры Кликхаус дает свое основное преимущество – это скорость. Это действительно так, мы это проверяли на многих кейсах, мы сравнивали с разными СВД, на определенных типах запросов, про которые я рассказал, Кликхаус дает фантастическую скорость. Больше, чем в 100 раз, чем Hadoop, это прямо в 100%, даже по сравнению с Impala, вы получите очень сильное ускорение. Даже если сравнивать Кликхаус с традиционными СВД, то есть с той же экзодатой Oracle, которая построена на флешах, за счет обратных оптимизаций, Кликхаус дает все-таки достаточно серьезное ускорение, даже по сравнению с экзодатой. Наши коллеги из Яндекса провели достаточно много тестов, можно посмотреть на сайте Яндекса сравнение, здесь вот ссылка, правда ссылка в презентации, это, наверное, не очень умно было. Но, тем не менее, даже по графикам это видно. Единственное, надо понимать, что Кликхаус дает такое ускорение в очень узком пространстве запросов. Как только появляются какие-то джойны, как только появляются какие-то достаточно сложные запросы с двумя, тремя, десятью агрегациями, вырослыми оконными функциями и так далее, здесь лучше Кликхаус не использовать, лучше это делать в том же GreenPlam, например. Как вариант. Это, собственно, про Кликхаус. Что такое ArenaData ClickMarts? ArenaData ClickMarts – это наш продукт на базе СУВД Кликхаус. Внутри там наша сборка Кликхауса, которая немножечко отличается от сборки Яндекса, мы немножко позже выпускаем релизы, потому что мы проводим больше тестов. Кликхаус немножко известен среди разработчиков тем, что он очень легко относится к новым фичам, очень легко делает новые релизы, и мы стараемся вот это немножко сгладить с тем, чтобы можно было продуктовые задачи крутить уже на стабильных версиях. У нас есть коннекторы, то есть наш Кликхаус связывается прозрачно и параллельно с другими компонентами нашей платформы, в частности с GreenPlam, который позволяет этот коннектор выгружать данные из GreenPlam в Кликхаус. Но чаще всего это как раз широкие витрины. У нас написано, у нас наш собственный прокси, специальный ArenaDataBudget называется, для того, чтобы разграничивать пользователей по нодам, для того, чтобы можно было масштабировать пользователей при единой точке доступа и обрабатывать кейсы отказоустойчивости, когда выходит один из сервировок Кликхауса, чтобы пользователи не теряли коннект с UBD. Планируется скоро поддержка Kerberos интеграции с Kafka и с HDFS, то есть сейчас в open-source Кликхаусе нет возможности синтегрироваться с Hadoop или с Kerberos, или с Kafka, который скрыт за Kerberos, защищен Kerberos. Мы это, соответственно, добавим. Ну и мониторинг. Как и во всех наших продуктах, единый мониторинг вам дает возможность видеть всю картину целиком, смотреть, что происходит с UBD, что происходит с ресурсами и, соответственно, реагировать адекватно на какие-то возникающие моменты. Собственно, кейсы, когда используется Кликмаркс. Как я говорил, самое частое использование, когда у нас есть классическое хранилище данных, в нем есть какой-то модель, допустим, из сырых данных мы строим детальный слой, и затем мы строим витрины. И вот к этим витринам нам нужно подключить BI-систему с сотнями или тысячами пользователей, которые хотят все здесь и сейчас. Они не хотят ждать 20-30 секунд, пока работает их запрос по витринам в Grimplame. Они хотят, чтобы все это работало быстрее. Тогда, собственно, приходит Кликхаус. Он забирает на себя вопрос хранения витрин и предоставления доступа к этим витринам внешним пользователям, BI-системам и AdHoc-доступ. Но AdHoc, понятно, он несколько ограничен теми ограничениями, которые я называл по типу запроса. И второй тейс – это таблицы фактов. То есть очень часто нам не нужно строить хранилище, у нас нет никакой модели, у нас просто есть таблицы фактов, какой-то лог с сайта, Кликстрим, еще что-то, какой-то там таблицы, например, CDR в телекомах, очень часто кейс всех звонков, записей, интернет-сессий и так далее. И в таком случае к этим таблицам надо просто дать доступ пользователям, которые не будут их ни на что джонить, они просто хотят их аббегировать и отсеивать данные по вэр-условию. Вот здесь тоже Кликхаус замечательно справляется, нет нужды использовать Greenplum. Greenplum здесь будет overkill по функционалу, а Кликхаус как раз даст нужную производительность через BI-систему от наших коллег, от компании Visiologia. Немножко я попытался сформулировать те отрасли, где используются Кликхаус и Кликмарц, и те кейсы, но в целом, повторюсь, нету каких-то четко, что вот здесь он используется, здесь не используется, надо всегда подходить с умом, смотреть на архитектуру, на требования и на то, как СУБД приземлиться в конкретный кейс. Поддержка. Собственно, как я говорил, первая, вторая линия оказывается нашими специалистами, вплоть до фиксинга багов внутри репозитория Кликхауса, вплоть до каких-то доработок, это все мы берем на себя. Третья линия – это поддержка Яндекса, уже более такие сложные багфиксы, требующие больших изменений, требующие очень глубокой экспертизы в ведре. Здесь, конечно, команда Алексея Миловидова, она имеет гораздо большую экспертизу и способна более оперативно и более правильно какие-то такие баги фиксить. Ну, есть, да, поддержка у нас есть 24 на 7, 8 на 5 для всей нашей платформы, в том числе для Кликхауса, в зависимости от разных условий, там есть разные SLA, ну и плюс вот перечислено несколько доработок, которые мы сделали за прошлое лето, если я правильно помню. Мы добавили поддержку оргформата по просьбе одного из наших заказчиков, доработали GDBC тоже по просьбе одного из наших заказчиков, сделали коннектор к HDFS, чтобы он мог принимать логин, пароль и там ряд еще некоторых функций. И сейчас вот в процессе как раз мы делаем Kerberos для HDFS и Kafka. Собственно, то, что мы делаем, было достаточно хорошо оценено рынком, мы получили достаточно позитивный фидбэк, и вот за то время, что наша платформа существует и развивается, мы практически там в каждой сфере в России, в каждой доле рынка, мы так или иначе засветились, в каждом направлении, скажем так. Особенно бурно в последнее время развивается ритейл, то есть мы работаем со всеми крупными ритейлерами России, начиная от X5, ритейл-групп, магниты и так далее, есть еще там более маленькие компании. Традиционно сфера данных – это сфера финтеха и телекома, точно так же у нас много достаточно финтех-компаний, E-Option, BKS, Банк ВТБ, ФНС, Федеральная налоговая служба, счетная палата, и телеком, и Ростелеком, в МТС есть проект, достаточно небольшой, пока он будет развиваться, надеюсь, с Мегафоном есть тоже интересный проект сейчас. Ну, это коротко о нашей платформе, о том, что мы делаем, что делает Арена Дата. Если есть какие-то вопросы, то с радостью отвечу. Дмитрий, спасибо большое. Вот я вижу в чате есть вопрос. Сможешь открыть? Да, только я открыл чат, но у меня ничего нет. Вот в самом конце я вижу. Слушай, а я вот не вижу, я открываю вопросы. А, это не вопросы, а чат. Это в чате. Кликхаус изначально был предназначен для сырых неагрегированных данных. Почему вы профессионируете как решение для витрин? Как раз вот я и показал два кейса. Первый кейс, это как раз сырые неагрегированные данные, это кликстримы, логи и так далее. Это второй, второй точнее кейс. Первый кейс, вот несмотря на то, что система была предназначена только для одного кейса, но уже в двух или в трех проектах он себя показал у нас как суперское решение, которое закрывает именно доступ к витринам. То есть он идеально под это подходит. К витринам уже не нужны запросы с джойнами, чаще всего, если у вас достаточно динермализованная модель данных. И к витринам нужен доступ быстрый и быстрому количеству пользователей, в обозвенении, большому количеству пользователей. Поэтому действительно, несмотря на то, что кликхаус изначально создавался только для второго кейса, как выяснилось, причем выяснили это не мы, выяснили это один из наших заказчиков, они начали использовать кликхаус в связке с гримпломом. Мы на них посмотрели в течение года, они его эксплуатировали, им очень понравилось, и мы поняли, что действительно это правильное решение, и так надо делать. То есть кликхаус, несмотря на то, что он создавался для одной задачи, он потянул на вторую задачу. Ну, вопрос почему? Потому что он под эту задачу подходит. Он хорошо решает именно те кейсы, которые возникают в этой задаче. Я могу построить агрегаты в кликхаус, там есть материализованное представление, зачем тогда использовать гримплом? Дело в том, что вы не сможете внутри кликхауса построить полноценное хранилище данных. Хранилище – это достаточное, если мы говорим про более-менее крупное хранилище в крупном бизнесе. Классическое КХД – это запросы с десятками join-ов, десятками оконных функций, агрегаций сложных с транзакциями. То есть обязательно построить хранилище без транзакционности в принципе невозможно, потому что первый же сбой вас заставит сидеть вручную, разбирать, что произошло, какая часть данных прообретилась, какая нет. То есть все-таки кейс немножко разный. Классическое хранилище в кликхаусе вы не построите. С другой стороны, хранить неагрегированные данные в гримплом – это банально дорого. Несмотря на то, что там есть транзакции и так далее, но в этом кейсе они не нужны. Материализованные представления в кликхаусе, конечно, есть, но все мы знаем, как работают джойны в кликхаусе. В общем, я думаю, кто сталкивался, тот понимает, о чем я. Окей, Дмитрий, спасибо. Видимо, вопросов больше пока нет. А вот есть еще, еще один появился. Процесс разборки не будет слишком долгий. Не будет ли кликхаус кликхаус подвешивать КХД? Наверное, имеется в виду выгрузки, да? Выгрузки из гримплама в кликхаус. Владислав, я правильно понял? Нет, выгрузка происходит в один фуллскан, то есть разработки не будет слишком долгим. Давайте отвечу на второй вопрос сначала. Не будет ли кликхаус подвешивать КХД? При выгрузке данных из гримплама в кликхаус мы используем наш собственный коннектор. Он работает параллельно на всех нодах гримплама. И он использует самые мягкие блокировки. То есть там не блокируется таблица, блокируется только access share, то есть на изменение ddl и так далее. И это работает через достаточно мощный такой протокол внешних таблиц в гримплане есть pxf. Поэтому фактически это равносильно обычному фуллскану таблицы. То есть вам достаточно один раз фуллсканить эту таблицу и она у вас окажется в кликхаусе. Более того, можно даже вообще не строить витрины в гримплане, а сразу строить их в кликхаусе. То есть гримплама умеет выполнять в себе разные джойны, ну вот какой-то сложный запрос, а результат писать сразу в кликхаус. То есть для кликхауса это будет такой же процесс загрузки параллельный на все ноды сразу через HTTP интерфейс родной, а для гримплама это будет результат работы запроса, который он кладет во внешнюю систему. Первый вопрос. Процесс разработки не будет ли слишком долгим? Действительно, он будет более сложным, чем если бы у вас был один гримплан без кликхауса, но все-таки когда вопрос стоит так, что пользователи хотят не 10 секунд на работу запроса, а 0,5 секунды, и когда у вас не 100 пользователей и не 300 пользователей, а десятки тысяч, то приходится как бы довольствоваться, ну приходится усложнять немножко ландшафт и добавлять кликхаус. При этом он не сильно усложняется, скорее он с точки зрения администрирования чуть больше усложняется, потому что с точки зрения разработки достаточно просто добавить шаг выгрузки витрин из КХД в кликхаус, в ДД витрин. Кстати, вот интересный кейс был с кликхаусом в одном из ритейлеров, он пока до конца еще не дошел, правда, но уже внедряется, насколько я знаю. Очень крупный ритейлер, один из двух крупнейших, скажем так, больше 20 тысяч магазинов и несколько десятков тысяч мерчендайзеров, то есть эти мерчендайзеры, они ездят там по магазинам, по складам, у каждого мерчендайзера есть какой-то планшетик небольшой, с которым он ходит и пробивает какие-то там полки, товары, что-то в этом роде, в общем, какую-то выкладку проверяет, остатки и так далее. И суть в том, что ему нужно прийти в магазин и в реалтайме увидеть, вот он идет вдоль полки, в реалтайме он вбивает какие-то артикулы или сканирует штрих-коды, и он должен увидеть, что происходит там на складах, какие-то остатки, и вот когда у нас столько этих мерчендайзеров и когда у нас каждый из них не может ждать по 10 секунд, потому что если он будет ждать по 10 секунд, он у него работа в 10 раз дольше будет, пока он по магазину пройдется. И вот за счет этого мы вместо Гримплама использовали кликхаус, то есть мы выгружали вот эти данные для мерчендайзинга в кликхаус и уже своими планшетами они ходили в кликхаус. Как быть со сложными выгрузками и разнообразными системами преобразования данных? Сложные выгрузки, так, сейчас попытаюсь понять, сложные выгрузки, но у вас есть витрина, вы ее выгружаете из Гримплама уже готовую и переносите ее в кликхаус. Преобразование тоже, мы преобразование наоборот из кликхауса переносим в Гримплама. Гримплама – это вот история про преобразование, а кликхаус – это история про пользователей. Мы это разделяем, используем специализированную систему и за счет этого как раз достигаем эффективности. Я вот здесь, может быть, еще добавлю, что на самом деле есть действительно, если как бы смотреть на опыт людей, которые работают с такими BI, которые в основном на InMemory Allap живут, как Клик, Power BI и так далее, то в таких системах можно много преобразований делать на лету, то есть уже при создании отчетности. И вот я как раз, когда буду рассказывать про интеграцию, как раз скажу про гибридный режим, когда можно сочетать собственно вот эти преимущества и работать с большими данными. Интересно, а про интеграцию с кликхаусом в Гримплан берется всегда вся информация или уделяется дельта? Или дельта по какому-то критерию? Кликхаус логика почитает? Нет, Кликхаус логика не читает, это именно Fullscan, но Fullscan может быть не всей таблицы, а только части, например, партиции. В принципе, можно результат запроса власть, но самое простое это партиция. Вы внутри Гримплама, ну Гримплан умеет шардировать, умеет партиционировать. Шардирование это горизонтально, партиционирование вертикально. Вы можете выгружать только партицию, которая обновилась. То есть просто берете как бы в Гримпламе эту партицию, переносите ее в Кликхаус, в Кликхаусе она аппендится ко всей таблице. Можно использовать движки, ну там много можно оптимизации делать, чтобы именно не переносить большой кусочек, а брать всегда вот эту только дельту. Это уже вопрос кейса, смотря что нужно. По какому критерию дельта? Да по любому. Можно результаты в его условии вычитывать. То есть вообще практически любое. Гримплан достаточно эффективно тоже будет по ключу партиционирования это все фуллсканить. Там будет партишн элиминейт работать. Вопрос в чате. Представим себе сеть магазинов фудритейла. Сколько времени на ваш взгляд должно проходить, то есть вы допускаете от покупки, пробили чек, до доступности информации о нем в витрине данных? На самом деле мы можем любое время сделать. То есть у нас был проект, где требование было десятка, ну там мы уложились 15 секунд в итоге. То есть требование было несколько десятков, мы уложились 15 секунд. Вопрос, нужно ли это бизнесу? Потому что чем меньше время, тем система в итоге как бы выходит дороже. В то время мы использовали Kafka, NiFi и репликация Golden Gate. Она уже была у заказчика, была куплена лицензия, поэтому было очень удобно. И мы добились того, что за счет того, что все происходит в стриминговом режиме, у нас в Кримпламе запись появляется после того, как она появилась в Oracle, в операционной системе. В Кримпламе она появилась через 15 секунд. Но опять-таки далеко не всем нужно такое время. Обычно все-таки достаточно какого-то микробача, это десятки минут, это час, может быть, даже. До сих пор есть хранилище, где раз в сутки перестраивается. Скажите о партнерской политике, как вы работаете с интеграторами. Да, действительно, интеграторы – это достаточно большая часть нашей экосистемы. Собственно, наши партнеры – это компания Крок, компания IBS, компания Неофлекс, ряд других интеграторов. Интеграторы в основном берут на себя внедрение и построение прикладных систем на базе нашей инфраструктуры. То есть, когда мы берем большой какой-то проект, например, внедрение КХД в каком-нибудь банке крупном, это там от 2-3 лет. Это огромный проект. И Александр Осипов пишет, да, лучше напишите на почту, наш менеджер по работе с партнерами вам ответит. Но суть в том, что обычно такие крупные проекты мы берем в пропорции 10-90, и, соответственно, 10% берем на себя мы по внедрению, да, именно по прикладным работам поверх нашей инфраструктуры, а большую часть внедряет наш партнер. Ну что, Дмитрий, спасибо большое. Предлагаю перейти ко второй части. Да, большое спасибо. Тогда передаю слово Ивану. Большое спасибо слушателям. Всем хороших выходных. Итак, коллеги, я переключил на свой экран, и сейчас я подробно, собственно, расскажу, как была сделана интеграция, собственно, какую задачу она решает. Сначала я такой короткий экскурс, собственно, в то, что мы делаем, и как вообще, в принципе, BI-системы по-разному работают с данными. И, собственно, как именно вот, в какую точку вот этой обработки данных мы включили интеграцию. Что касается платформы Visiology, то это платформа класса Business Intelligence, основное назначение которой создать такой аналитический зонтик над всеми данными, которые есть в организации, в компании, в отрасли иногда, и, собственно, предоставить пользователям простые и удобные инструменты для анализа этих данных и, собственно, визуализации. То есть это такой простой инструмент, относительно простой, который позволяет именно масштабировать использование данных за счет того, что этим занимаются аналитики, а не разработчики. И, собственно, вот от хорошей BI-системы, конечно, требуется то, что она одинаково должна удобно работать как с данными с огромными, с большими, так и, в общем-то, со стандартными, так и, на самом деле, с данными, которые относительно небольшие, но слабо структурированные. То есть, например, какие-то цели, KPI, отчетность и так далее. Собственно, платформа Visualogy работает ровно по такому же принципу, но что находится у нее, собственно, под капотом и, на самом деле, под капотом аналогичных BI-систем. Значит, если говорить с функциональной точки зрения, то есть, как это видят пользователи, то это с верхнего уровня это, собственно, аналитический портал, на котором размещаются дэшборды, регламентированная отчетность, мобильное приложение и так далее. Иногда это встраивается в другие приложения, так что вы даже можете не понимать, что это BI-система. Вторая часть это работа аналитика с данными, то есть, как с конструированием отчетности, так и, на самом деле, исследования данных. И, кстати, доля именно исследования данных, она все более и более значима в последнее время становится. И третья часть, которая не во всех BI-платформах реализована, в основном в таких крупных интерпрайз, вот у нас тоже большая часть именно этому посвящена, это автоматизация процессов сбора данных, то есть, такого полуручного, полуавтоматического ввода на основе гипформ, ну, то есть, аналог таких вещей, как, например, Oracle Hyperion. Но сегодня как раз речь не про эту часть пройдет, а про работу с большими данными. И вот, начну я с такого, наверное, более технического экскурса в то, как работают BI-системы. На самом деле, подходов несколько сейчас. Основных, которые, в общем-то, используются для разных задач. Первое, это реляционный All-App, то есть, простыми словами, когда пользователь что-то там нажимает на дэшборде, выбирает какой-то фильтр, внутри платформы формируется SQL-запрос, который отправляет на тот или иной бэкэнд. Например, то есть, это может быть любая, в принципе, СУБД, которая поддерживает SQL-запросы. То есть, от Postgres, до Teradata и так далее. Значит, это характерно, например, для таких там больших продуктов, как, например, Business Objects или Cognos, тот же самый, и Open Source, и Pentaho, и Metabase. Ровно по этому принципу работают. На самом деле, многие BI-системы платформы могут совмещать несколько подходов, но про это я расскажу. Собственно, какие преимущества? И мы про это тоже будем говорить в контексте интеграции. На самом деле, большое преимущество, что ограничения объема тут по факту нет. Вот сколько база данных обрабатывает, сколько она тянет, столько, в принципе, и данных может обрабатывать. Но на самом деле, это будет очень медленно и очень плохо работать, если не используется специализированная аналитическая колоночная СУБД. Например, тот же самый как раз ClickHouse или, например, HP Vertica. И вот ClickHouse в последнее время действительно такое вот занял, наверное, такую лидирующую позицию именно для аналитических колоночных СУБД, которые под AllApp загрузку могут использоваться. Хотя, конечно, у ClickHouse именно ширина, скажем так, возможности еще пока меньше, чем у той же Vertica. Но будем надеяться, что с помощью коллег это все будет тоже развиваться. Но на самом деле есть еще несколько ограничений, которые возникают в таком случае. Первое – это низкая эффективность использования кэша, то есть кэша верхнего уровня. То есть, когда именно большое количество пользователей начинает с этим работать, по-разному крутить эти дульсборды, строить там и так далее, то требования к железу, который обслуживает эту СУБД, даже хорошую аналитическую колоночную, могут быть достаточно серьезны. И не всегда, далеко не для всех кейсов, это вообще оправда. И второе – это то, что аналитическими функционально сограничено. То есть, во-первых, ну, в принципе, все, что не ложится в SQL-запрос, сразу у нас отсекается, а в BI-платформах много вещей можно написать в выражениях, которые там либо с трудом транслируются в SQL-запросы, либо генерируют очень неоптимальные такие запросы. Это, кстати говоря, можно посмотреть при отладке в том же самом, например, Power BI или Tableau, когда именно используется Direct Query, то есть, прямое подключение. Это и есть вот как раз режим работы All-Up. Можно посмотреть, какие запросы генерируются и далеко не всегда они оптимальны. Ну и на самом деле, во многих случаях это достаточно сложно в развертывании поддержки и не всегда это нужно. Собственно, второй, собственно, вариант, который тоже часто используется. Например, это характерно для Click, для Power BI в части Tabular движка SQL-сервера. Для нашей платформы это тоже основной режим работы, когда, собственно, все данные, которые обрабатываются, они поднимаются в память специализированной Memory All-Up движка, который именно вот на тех объемах, которым позволяет обрабатывать, а это, ну так, по опыту, ну 200-300 гигабайт, то есть миллиарды, ну, скажем, единицы миллиардов записей там максимум. Зато он делает это очень быстро, очень эффективно, очень эффективно использует кэш, то есть в том числе кэш, скажем так, внутренний, то есть межзапросный, внутризапросный кэш и так далее. То есть, когда пользователи работают с разными дешбордами, все равно можно очень многое переиспользовать в этом случае. И, соответственно, это достаточно, это очень просто в установке и развертывании, то есть просто ставим BI-систему, там внутри движок сам поставился, вы даже можете не понимать, что он там есть. Это прям очень быстро, там есть хорошие, это дает возможность делать развитые функции для аналитиков, но вот, опять же, тут как бы другая сторона медали, это обычно невыгодно, если данные больше 200-300 гигабайт, ну, уже в сжатом виде, то есть, конечно, петабайты грузить это вообще невозможно, терабайты, ну, наверное, можно, там есть инстансы, там и того же ClickView, ну, и таких вот InMemory Lab движков и по 1, 2, 3 терабайта оперативной памяти, но это, скорее всего, таки экзотика, с экономической точки зрения часто это не оправдано. Ну, и на самом деле большой плюс, что как бы на хранилище данных вообще нагрузка в этом случае не ложится. Но понятно, что, и, собственно, как бы вот этот режим, он основной для платформы Visiology, и, собственно, в основном она работает именно так. То есть во внутреннем InMemory Lab движке и загружаются данные, и обрабатываются. Это дает ряд плюсов, о которых я говорил. Но далеко не всегда в принципе можно обойтись тем или иным подходом. То есть, когда мы хотим, чтобы у нас и гибкость была, и большой объем данных, и большое количество пользователей, вот тут мы должны строить уже гибридную систему, которая, с одной стороны, в InMemory Lab грузит горячие данные, то есть, ну, те самые 200-300, ну, условно, там, гигабайт, значит, и с ними там аналитик может как угодно работать, они очень быстро обрабатываются и так далее. И они регулярно обновляются из хранилища. Соответственно, Rollup-движок используется именно для доступа ко всему массиву данных, и в том числе там у нас нет задержки при обновлении этих данных. То есть, если InMemory надо периодически перезагружать, то здесь мы, в общем-то, делаем запрос, и если данные обновились, то мы сразу получаем ответ. И таким образом, вот разделяя данные на горячие и холодные, мы можем совместить плюсы, объединить, собственно, преимущества обоих подходов. Значит, тут, конечно, тоже есть нюансы, то есть, это, конечно, усложняет проект в части, например, разделения на данные, то есть, это надо делать вручную на уровне ETL-процедур. Соответственно, важна правильная совместимость между, собственно, тем бэкэндом и самой BI-системой, потому что SQL-это, конечно, SQL, но всегда есть диалекты, нюансы производительности и так далее. Если мы хотим именно оптимально, чтобы это все работало, нужно, конечно, чтобы BI поддерживал конкретный движок. И надо понимать, что не все аналитические функции будут доступны на всем объеме доступных данных. То есть, нужно будет вот именно вот этим играть, но вот это очень хорошо ложится в такие кейсы, как, например, мы делали, когда есть огромное вообще количество транзакций и с аналитикой работает тоже достаточно большое количество людей. И они в основном смотрят какие-то тренды на дешборде, но иногда им надо найти прям конкретную транзакцию. И там, соответственно, делается так, что это фактически один дешборд, есть графика, графику обрабатывает полностью и memory, и куб, соответственно, и когда мы выбираем те или иные фильтры, уже в списке транзакций фильтр, задача выгрузки самих транзакций в соответствии с фильтрами, выбранными на дешборде, уже выполняется на бэкэнде. Вот раньше у нас была интеграция только с HP Vertica, но сейчас вот мы совместно с коллегами как раз сделали интеграцию и для аренодаток ClickMarts, то есть ClickHouse, ровно вот по этой гибридной схеме. То есть у нас аренодата DB выполняет по сути функцию KHD, то есть в ней происходят трансформации данных, формируется модель, с которой уже можно работать, из нее мы делаем регулярное обновление, то есть ETL выгружает некоторые, там тоже сформировались витрины горячих данных, мы их регулярно обновляем в VKube, вот VKube это собственно ядро платформы Visiology, но если соответственно пользователь обращается тем данным, которых в e-memory нет, то автоматически генерируется SQL-запрос и уже выполняется на аренодата QuickMarts, то есть для того, чтобы как раз это заработало, мы реализовали поддержку диалекта ClickHouse для основных аналитических функций и добавили автоматическое переключение между режимами работы в зависимости от запроса, то есть пользователь в интерфейсе, он в принципе даже не видит, он куда обращается, то есть он просто делает запросы и соответственно получает результаты. Понятно, что вот это вот у нас сейчас пока вышла такая первая версия, мы, конечно, тоже планируем доработки, в частности расширять набор доступных аналитических возможностей, также мы рассматриваем возможность интеграции в единую консоль управления, то есть у коллег Дмитрий совсем бегло рассказывал про Cluster Manager, то есть это инструмент, который позволяет все вот эти вот компоненты ландшафта, всеми компонентами ландшафта управлять из единой консоли, то есть вот одна из идей соответственно интегрировать и платформу Visiology в ту же консоль, благо она и сейчас собственно основной ее способ поставки это набор Docker контейнеров, то есть она очень хорошо как раз в такую модель ложится. Ну и на самом деле еще одна из задач это автоматизация настройки мета-данных, то есть сейчас мета-данные надо настраивать специальный GUI, в идеале конечно хотелось бы, чтобы мы просто дали путь к той или иной витрине и система бы распознала, ну как-то визуально там совсем проставили с чем это связать и система бы уже с этим работала. Вот, таким образом была сделана интеграция, значит вот на этом я собственно завершу рассказ, то есть ее основной экономический смысл в том, когда мы делаем именно корпоративную платформу для бизнес-аналитики и хотим, чтобы она была реально единой для пользователей, чтобы они могли и там с данными условно из Excel и с данными из очень серьезных каких-то нагруженных систем, в которых там миллиарды, сотни миллиардов транзакций работать и объединять их собственно в аналитике. Вот тогда как раз вот такой гибридный режим работы дает возможность это еще и делать экономически эффективно. То есть понятно, что можно и там InMemorial Lab дать ему огромный там мега-сервер там с терабайтами оперативной памяти, можно и кластер кликхауса развернуть такой, что там и все только там держать, включая там таблички из одного килобайта, двух, трех и так далее. Но вот именно если мы хотим, чтобы это было экономически эффективно еще удобно, то вот такая гибридная система она как раз очень выгодна. Вот. На этом, собственно, у меня все. Давайте, я вижу, приходят вопросы, давайте я их открою и буду, соответственно, на них отвечать. Значит, какие ограничения у Roll-Up? Можно ли вызывать хранимые процедуры? Значит, ну, на сегодняшний день вот конкретно в нашей реализации поддержки хранимых процедур нет. То есть ровно потому, что у нас пока поддержки только вертики, ну, и опять же, базового сценария именно такого Алапного и арендата QuickMarts, то мы пока это не делали. Так, следующий вопрос. Каким образом масштабируется визиологи? Значит, это прекрасный вопрос. Значит, что касается масштабирования визиологи. Основным узлом, который именно требует масштабирования, является, собственно, V-Cube, как вычислительное ядро, потому что все остальные компоненты, они на самом деле не очень требовательны к ресурсам, то есть и фронт-энд, он хорошо использует кэш, опять же, он там может один сервер стандартный, двухпроцессорный тянуть там тысячи одновременных пользователей. Мы такие нагрузочные тестирования делали, наши заказчики делали, то есть здесь проблем нет. С V-Cube действительно как бы есть ограничения, да, потому что это, собственно, движок достаточно вычислительно емкий, и на текущий момент поддерживается сценарий масштабирования, когда мы можем в одной инсталляции делать несколько контейнеров с V-Cube, собственно, и таким образом распределять нагрузку от большого количества пользователей между несколькими инстансами, несколькими серверами. Вот как раз сейчас мы делаем, если сейчас это делается там вручную и достаточно сложно, то вот сейчас мы как раз делаем интеграцию с консолей управления, с каким-то из оркестраторов, мы сейчас еще там ведутся исследования, там выбираем, вот, которые позволят такое масштабирование в принципе и автоматизировать. Ну, то есть, поскольку это докер-контейнеры, если правильно все организовать и реализовать поддержку в оркестраторе, такого как, например, Kubernetes или еще какого-то, то мы, в принципе, можем вплоть до полностью автоматической, автоматического масштабирования делать. Так, контейнеры под какими платформами работают? Значит, ну, сейчас это докер в чистом виде. С OpenShift пока вот официальной поддержки у нас нет, хотя вот за последнюю неделю, вот вы, наверное, третий человек, который меня спросил именно про OpenShift, поэтому я думаю, что этот вариант мы, конечно, тоже будем рассматривать. Так, давайте теперь перейду к чату. А, так, ага. Так, значит, слайды презентации. Да, безусловно, вышли. Да, вот уже Ирина ответила. Так, Николай Вишев. ClickHouse, полная себе in-memory, прекрасно кэширует данные памяти. Зачем оставать VQ? Вы могли бы совсем убрать необходимые загрузки данных VQ? Ну, смотрите, как бы можно, никто не запрещает, то есть можно работать прямо только с ClickHouse и так далее. Но, на самом деле, это, во-первых, у нас тогда будет меньше аналитических функций. Ну, то есть, например, там, например, вы хотите сделать сравнение периодов, там, сравнение данных там, текущего периода на текущую дату с аналогичным периодом прошлого года на аналогичную дату. Вот, такую вещь сейчас можно сделать только в YouTube, например. Плюс возникают вопросы с join'ами, с эффективностью join'ов. Это вторая часть. И третья часть, это связано, в принципе, с удобством администрирования. То есть, если у вас, например, данные до тех же 200-300 гигабайт, то есть ли смысл ради этого разворачивать ClickHouse? Это все-таки достаточно, ну, тяжелая вещь в части даже не только развертывания, сколько требований к железу, если мы все-таки говорим о нормальной инсталляции. И, соответственно, это как бы именно неоправданно. То есть, да, вы можете так использовать, но вот, если детально рассматривать бизнес-кейсы, это достаточно редко является оптимальным вариантом. Так. Коллеги, есть ли еще вопросы? Какие у вашей платформы преимущества перед табло ClickPower BI? Значит, и еще вопрос, который я не смогу распознать. Значит, а, вот, все, я понял, спасибо. Смотрите, ну, я, наверное, сейчас не буду в, прям, в очень глубокие детали погружаться. Мы можем отдельно прислать, там, связаться, про это поговорить и прислать табличку сравнения. Я скажу про две основных вещи. Значит, вещь номер один это то, что в платформу Visiology уже входит механизм автоматизации сбора данных. То есть, это я говорю не про ETL, а про механизм Webform. То есть, типовая история, когда, например, в организации рассылают какие-то Excel, кисыкают, консолидируют вручную, все ошибки, трудоемко там и так далее. Типовые примеры отчетность, отчетность по группе управленческое, планирование, бюджетирование и так далее. То есть, все те процессы, которые, ну, слишком гибкие или слишком там, которые, в общем, трудно автоматизировать. И, соответственно, вот в Visiology можно накинуть как бы вот сетку сбора данных прямо на вот эти вещи. То есть, очень легко сделать, по сути, такие редактируемые кубы, куда люди могут вводить данные, предоставить им доступ в виде Webform, повесить на это бизнес-процессы с форматно-логическим контролем там и так далее. И сказать, вот вы еженедельно вводите вот эти данные. И потом это объединяем уже с данными, которые там выгружаются из традиционных способов, из ERP, CRM и так далее. Вот. Это такое отличие. Вот у Tableau, Click и Power BI этого как раз нет. Это есть в BI-системах именно такого совсем уж тяжелого корпоративного класса, то есть типа Cognos, TM1, Hyperion, Oracle Hyperion и так далее. Но вот в этих конкретно платформах нет. И если это нужно, то как раз вот мы там сильно начинаем выигрывать. И вторая часть. именно связана скорее с такой с преимуществами лицензионной политики на больших внедрениях. То есть вот именно когда тысячи пользователей, когда нужно предоставлять доступ, например, внешним пользователям, то есть когда вы встраиваете, например, это в какой-то портал контрагента, к примеру. Вот. Вот в этих случаях мы как раз гораздо более выгодно лицензирование можем предложить. Ну, есть на самом деле достаточно много других как бы преимуществ, ну, наверное, меньшего порядка. Ну, типа у нас есть виртуальный аналитик, например, который на русском работает, да, ну, типа как вот Power BI, Ask Data, QA, в Клик аналогичные вещи есть, но они, естественно, на русском не работают и не заработают, скорее всего, в ближайшем времени. У нас, соответственно, он изначально на русском. Ну, и подобного варианта такие вещи есть. Более подробно можем как раз созвониться, там, пообщаться, предоставить таблицу сравнения. Так, следующий вопрос. Горячие и холодные данные определяются в момент проектирования модели или есть возможность из интершейс менять приоритеты в момент проектирования модели. То есть это делается вручную, то есть, по сути, на уровне ETL, на уровне трансформации в хранилище нужно определить. То есть, по сути, это отдельные таблицы, отдельные витрины, которые, одни из которых там лежат, продолжают лежать в кликхаусе и там грузится в кликмарц, кликхаус, а другие переезжают в Викуб. Вот из интерфейса я, честно говоря, знаю только, ну, я, по крайней мере, знаю только один продукт, в котором это заявляется, это HANA. но, если честно, я даже вживую, у меня не было шанса это потрогать и попробовать. То есть это очень классная идея, когда, по сути, выбор, где держать данные, то есть разделение на холодные и горячие, делает сама система. То есть, в принципе, теоретически это возможно. То есть мы же знаем, там, каким данным люди обращаются, какие чаще используются, какие агрегации чаще используются. То есть теоретически задача выглядит решаемой, но вот я практического решения еще, по крайней мере, не видел. Видел только вот заявление на тему SAP HANA. Был бы интересно, конечно, посмотреть. Так, вот вопрос, вижу дополнительный вопрос по гранулированию безопасности. Какие объекты можно ограничивать? Значит, какие каталоги пользователей? Да, тоже отличный вопрос. Значит, гранулирование безопасности идет по разным объектам. То есть если мы говорим по, ну, естественно, на уровне функциональной, то есть есть там доступ к админке нет. Второе на уровне самих отчетов, то есть дэшбордов. И третье на уровне данных, естественно. И там как раз есть возможность ограничивать как по кубам и показателям, так и по элементам измерения. То есть такой типовой кейс, когда, например, скажем так, есть там у нас 20 региональных представительств, и мы хотим, чтобы каждая из них видела только свои данные. При этом у нас есть дэшборд по результатам продаж, и мы не хотим делать 20 дэшбордов по, собственно, результатам продаж, для каждого из них, ставя там этот фильтр как-то. Вот в этом случае мы просто ролям присваиваем соответствующие фильтры, и дальше какой бы запрос уже пользователь к системе не сделал, будет применяться эти фильтры, которые мы поставили. То есть каждый будет видеть только свои данные. Очень удобно с точки зрения администрирования. Плюс еще есть в некоторых проектах мы реализовывали динамические права, когда переход идет из внешней системы, в токене передается то или иное значение. Ну, в частности, вот мы делали, там был ИН-компании, список ИН-компаний, по которым пользователь может просматривать данные. И, соответственно, вот эти, это, конечно, более сложный сценарий интеграции, но это позволяет как раз ограничивать вот по таким вычисляемым или, скажем так, условиям. И это хорошо, конечно, когда у нас огромное количество пользователей, и это надо автоматизировать, то есть вручную это никак не настраивается. Значит, вопрос. Сколько в России человек сегодня знакомы с вашей платформой? Ну, или сертифицирован как администратор или разработчик? Да, ну, по знакомству, конечно, оценить достаточно сложно, но я думаю, там, в тысячах это совершенно точно измеряется. Вот. Точно можно сказать по прошедшему обучению, вот, к сожалению, нет моего коллеги, которые за обучение отвечают, но вот мы сейчас учим по 50-60 человек в неделю. То есть вот за год, ну, больше 300 человек мы точно уже обучили. То есть вот именно, ну, это как, там разные курсы обучения, вот аналитиков до разработчиков, но вот в целом так. То есть не меньше 300, я думаю, что больше, и вот это сейчас очень быстро растает. То есть мы как раз вот в этом году запустили такую масштабную программу обучения. Еще сейчас в ближайшее время два учебных центра внешних тоже подключатся к обучению. То есть Форс учебный центр и еще один. И, соответственно, уже вот тоже будем эту тему развивать. Но, наверное, конечно, меньше, чем хотелось бы, и меньше, конечно, чем знают Power BI, Click и там те системы, которые сегодня назывались. Ну, мы над этим работаем. Так. Не проводили ли исследование сравнения требований к железу при одинаковых объемах с тем же Click и Power BI? Значит, проводили, конечно. У нас такой был целый отдельный проект по нагрузочному тестированию. У нас, в принципе, отдельно сделана отдельно сделана система именно генерации нагрузки на Apache G-Meter, который мы, собственно, регулярно тестируем платформу. Там, конечно, это непростая задача, потому что именно особенность BI-платформ и нашей, и в том числе названных, в том, что они очень много эвристик применяют для оптимизации, то есть какой-то уже самый кэш различных параметров, автоматическое преобразование данных, нормализация, денормализация, в отличие от данных, автоматическое применение различных алгоритмов сжатия, и поэтому очень трудно поставить системы прямо вот в одинаковые ситуации, то есть у них по-разному срабатывают эвристики и так далее. Значит, кстати говоря, вот если интересно, вот именно вот эта тема очень-очень подробно раскрыта в вебинаре про именно InMemory Lab, который у нас на YouTube-канале лежит, если интересно. Вот, но если вот мы, естественно, вот в тех условиях, которые мы поставили, у нас получилось, что мы сейчас, конечно, требуем побольше железа, чем клик, где-то, наверное, ну в среднем процентов, наверное, на 20-30. Еще пока вот работаем над тем, чтобы вот эту, убрать вот эту разницу. Что касается Power BI, ну я думаю, что примерно то же самое, но там, конечно, зависит от того, в каком режиме Power BI работает, то есть в данном случае сравнивать надо скорее с Power BI, когда он работает с таблеровым движком в SQL-сервере, вот именно такой детальной аналитики по Power BI у нас нет, но я думаю, что там плюс-минус такое же отношение, как с кликом. Сколько разработчиков в компании сегодня? У нас 50 человек в компании, в основном это разработчики, то есть мы сами не занимаемся внедрением и не занимаемся, ну собственно, продажей и так далее, то есть у нас это в основном разработчики, а также группа техподдержки, обучение, маркетинг. Внедрение это у нас различные партнеры занимаются, в том числе, вот я вижу, коллеги здесь тоже на вебинаре присутствуют. Соответственно, это у нас два центра разработки, один в Москве, другой в Анаполисе. Так, формы, вот вижу вопросы. Формы ввода данных как замена Excel, есть ли у вас конструкторы форм, возможно? Да, вот ровно, когда я говорил про основное преимущество, основное отличие от Power BI Click, это как раз формы ввода данных, то есть вот они есть и для реестровых данных, и для многомерных данных, то есть вот это полный набор, и это очень активно заказчиками как раз ценится и используется. То есть вот это можем показать. Так, вы не продемонстрируете интерфейс администрирования кластера в Vizio, если есть такой интерфейс, пожалуйста, продемонстрируйте. Вот как я говорил, такого интерфейса сейчас нет, то есть по сути именно администрирование кластера это ручная настройка, но вот именно сейчас мы занимаемся тем, что интегрируем это с оркестратором, то есть по сути у нас будет не свой интерфейс, да, потому что ну сейчас в 2020 году уже свой интерфейс администрирования кластера, это делать достаточно странно, потому что есть хорошие, необдуманно, скажем так, потому что есть хорошие инструменты open-source, и плюс такие, как Kubernetes, там тот же самый, например, и так далее. И плюс, как бы, это очень хорошо для DevOps, когда система поддерживает единый как раз оркестратор, когда можно и KHD туда положить, и BI, и там ETL, то есть все это в едином интерфейсе управлять всем кластером, в том числе, например, вот как вариант Arena Data Cluster Manager, тоже такую задачу может выполнять. Так, вижу вопрос, есть ли в виде SaaS, нет, в виде SaaS нет, у нас есть подписочная лицензия, но это тоже on-premise, то есть у нас как бы нет технической проблемы, мы с Яндексом, точнее с Яндекс.Облаком эту тему обсуждали, и в Яндекс.Облаке пробовали развертываться, то есть технически там никаких ограничений нет, но вот спроса на эту тему мы пока не видим, потому что мы в сегменте SMB не конкурируем, то есть там, где вот сверхдешевые, там полу-бесплатные лицензии, и как бы, а вот как только вот от средних предприятий и выше начинаем работать, вот как-то спроса на SaaS пока нет, но вот как только он появится, конечно, сделаем, то есть в основном и так далее. Так, вот Андрей просит продемонстрировать формы ввода, я на самом деле сейчас, наверное, не буду этого делать, потому что мы и так уже на 8 минут выбились из регламента. Андрей, я предлагаю вам вот в форме написать ваши контакты, и мы отдельно свяжемся, и покажем, собственно, формы ввода и так далее. Ну, то есть они есть, естественно, у нас там и на сайте, и на YouTube, но я готов там, мои коллеги, созвониться уже детально показать, в том числе с форматным контролем, там бизнес-процессами и так далее. Так, ну что, коллеги, вот, да, Ирина продублировала опрос, то есть вот если есть возможность, просьба большая заполнить, это нам очень поможет, и дать обратную связь, это нам очень поможет такие вот активности именно вебинарного формата дальше развивать, уточнять именно, чтобы это реально было людям полезно, а не просто там то, что мы придумали. То есть это вот очень важно, и мы планируем такие вебинары проводить регулярно, поэтому тоже, если интересно, то тоже поставьте там галочку, что вы хотите получать и в дальнейшем приглашении. Ну и, соответственно, мы все вебинары выкладываем на YouTube после того, как через несколько дней после проведения, поэтому на нашей странице в YouTube тоже можно подписаться, там это все будет. Ну и хочу сказать вам большое спасибо за то, что, по сути, такую маленькую пятницу были с нами, и, соответственно, это очень здорово всех с праздником и с хорошим.